Мы готовы вам помочь устранить ваши же нарушения, вы их устранять сами не готовы? Нет, они у меня нормально. А психдиспансеры давно были? Хорошо, славно. Годой человек, во-первых, у нас нехватка персонала. Значит, лист контроля сроков годности, 12-е на 6-е, подпись, что все, сроков годности, все в норме. И вот смотрите, что мы с вами находим. До 18-го мая в этом отделе у нас фрукты няни, молочный коктейль. Я просто хочу обратить ваше внимание, что за этой поставкой находится эвакуационный выход на случай пожара. Который должен быть всегда свободен и открыт. Как вам нравится над женщинами издеваться? Ну, как вам нравится? Душевной компанией, душевный человек. Вам же нравится над покупателями издеваться? До декабря. Нарезали новые, кинули. А, какие-то до мая. То есть, вот, например, одна конфетка может быть просрочена еще 12 лет назад. А, между прочим, каждые 4 часа вы должны проверять срок годности овощей и фруктов. По вашей же информации. Не готов общаться с покупателями? Окей. С полицией пообщаемся. Сейчас, секундочку, здесь очень ответственный момент. У меня к вам есть предложение. Смотрите. Пришли мы сегодня к вам в магазин. В общем, обнаружили у вас некоторое количество нарушений. Ну, например, вот это. Смотрите, наше предложение такое. Мы вам готовы сегодня помочь ваше нарушение устранить. На камеру это? Да. Снимаете? Да. Я не готова. Не готова. То есть, мы готовы вам помочь устранить ваши же нарушения, вы их устранять сами не готовы? Нет, мы их сами устраним. Ну, я предлагаю сейчас. Без помощи. А, без помощи. А, что вам мешало это сделать раньше? Сегодня большая переоценка, а вы не знаете, но... Ага. Так, запомнили. Сегодня большая переоценка, были заняты. Большая. Так вы не готовы с вами пообщаться? Не готовы. Так, тогда я ставлю вас в известность, что продукт этот куплен, и мы сейчас будем просто вызывать полицию. Если вы не готовы с нами общаться, не готовы общаться с покупателями, окей, с полицией пообщаемся. Я вам вернусь поедине 4 товара. Нам не возврат нужен. Нам нужно понять, что у вас происходит в магазине и почему происходит такая дичь. Вы не готовы с нами общаться? До свидания, хорошо, будем вызывать тогда. Или готовы все-таки уже пообщаться? Уберите. Да что нам еще убрать? Уберите. Что нам еще убрать? Что нам еще убрать? Не готовы? Окей. Так, нашли? А? Нашли? Нашли, не нашли? Помочь? Помочь? Не надо? Не надо помогать? Вы такую вот у меня ее покупали? Да, точно. Точно, точно. Ага, ага. Ну, с нами, понимаете, с нами руководство не хочет общаться. Поэтому мы сейчас наберем еще нарушений и будем вызывать полицию. А так могли бы обойтись без полиции. Ну, смотрите, давайте, при вас. Какие ваши условия? При вас. При вас. Десятые, ну, шестые. Ага, ну да, да, при вас. Какие ваши условия? Наши условия простые. В течение получаса мы бы устраняли нарушения в вашем магазине. И вы бы занимались тем же самым. Но вы на наши условия не пошли, вы нам уже нагрубили. Какие-то требования. Уберите камеры, туда-сюда. А вы-то свои не хотите камеры убрать? Вы-то свои сначала бы убрали бы. А то вы-то свои не убрали. Ни с того. Молодой человек, во-первых, у нас нехватка персонала. Не таким тоном с нами начали общаться. Давайте с этого начнем. К вам претензий нет. Я нормальным тоном общалась с вами. Да, 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 уберите камеры, уберите камеры. Да, что нам еще надо убрать, вы нам скажите. Мы сразу уберем, прям вот как только, так сразу. Вы здесь себя, наверное, цирьками чувствуете, да? А вот еще молочко. Вот. До 3 июня 22 года. Молочко туда же. Так, 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 очень интересно. Давайте с вами смотреть. Годен до 8.06, 8.06, 12.06. То есть сюда докладывали, это разной партии. Вот, какие молодцы. До 8.06, до 8.06, до 8.06. Потрясающе, потрясающе. Смотрите, сколько мы у вас яиц нашли еще просроченных. Не дали? О, ничего себе. А это бабушка, это директор управляющий товаровед. Кто это? Это зуб. О, ничего себе. С каким гонором она у вас? Ну, ладно. Ну, потому что достают тут. Ну, что поделать? Достают. И воруют, и достают. Мы изначально к ней подошли, показали, что товар просрочен, и на нас началось. Выключите камеры, сделайте вот это. Я с вами не буду общаться, да я пошла. Потому что буквально перед вами мужчина взял бутылку водки, отпил ее, а в результате у нее денег не оказалось. И мы разптиховались. И причем это третий раз. Так, а вы должны же психовать разве? Что вы должны делать в этой ситуации? Это уже третий раз. Вот у него нет денег, и поэтому все же это списывается на кого? На кого? На начальство. Так почему на начальство-то? А на кого еще? А что нужно делать, когда вы видите совершаемое правонарушение или преступление? А что тут мы ГБР вызовем? Они приедут и скажут, а что мы с ним сделаем? У нас ни охраны нету, три коллеги ходят, подавите, подавите. А что мы с ним сделаем? Мамы ничего себе не делаем. Я вас могу научить общаться с ГБР, если вы на меня вызовете. Потому что уже сколько раз? Ну вот смотрите, с зумом волшебное слово сработало. Полиция. Понимаете? Вот как бы с этим мужиком тоже так сработало. Я в этом абсолютно уверен. Нет. Его, полицию, да. А вот для чего она нам охрана, эта ГБР нужна, я не знаю. Могу сказать, они прибывают, просто они оперативные. Для чего? Две-три минуты прибывают. Мы сейчас вскрыли двери, видите, у нас серенькие, были беленькие, на входе. Входная группа. Входная? Нет, а следующая. Входная группа. А это мне интереснее, чем следующая. Вскрыли. Мужчинка тут ходил, колбаски взял, даже выпить не стал. Колбаски взял, я собрался на выход. Ну, прикольно, смотрите, у вас здесь удобно. Да. Пикничок местный такой. Болезнь хотел там ходить. Любитель пикничка. А можете пригласить Зуму, потому что у меня есть еще два вопроса, прям очень важных. Да-да, сейчас. Подожди, а вот это вот, это эвакуационный? Да, пожар, видишь? Туда надо эвакуироваться при пожаре. Ого, пойдем эвакуируемся. Так сейчас мы эвакуируемся вместе с Зумом. Ой, да. Друзья, смотрите, у нас здесь, значит, лист контроля сроков годности. 12.06. Автограф Зум, да, который мы с вами только что увидели. Подпись, что все, сроков годности, все в норме. И вот смотрите, что мы с вами находим. До 18 мая в этом отделе у нас фрута няни, молочный коктейль. Бумажка, да, контроль сроков годности. И вот здесь мы находим целую коробочку. Годен до конца. Мая 22-го года. Изготовлен 11 июня 21-го. Здесь они такие. 5-е, 22-е. Здесь они такие все. 5-е, 22-е. А крикните туда, там, Зум, чтобы вышел. Мы что-то позвали, не идет никто к нам. Вот вы нам и нужны, прям очень сильно. Спокойней. Да, поспокойней. Не отвлекайтесь. Мы вас отвлекаем. Мы здесь сегодня, я так понимаю, надолго. Час-два точно будем. Все остальное зависит только от вас. Смотрите, у вас там есть лист контроля сроков годности, правильно? Наверное, это детский отдел. Ну так вот, мы нашли детское у вас до 18 мая 22-го года. Ну, проглядели. Ну, проглядели, да. Детское купят, и ребенок отравится. Проглядели. Мне теперь не купили. Хорошо. А вот эти вот завалы вы тоже проглядели? Нет, это поставка. Поставка. И то есть вот так можно их выкладывать? Как выкладывать? Ну, вот так вот. Нет, это сегодняшняя поставка. Ну, я понимаю. Я просто хочу обратить ваше внимание, что за этой поставкой находится эвакуационный выход на случай пожара. Который должен быть всегда свободен и открыт. Сейчас вот занимаются, понимаете, очень большие поставки. Очень большие поставки. Люди практически не хватает. У меня сегодня на смене всего два кассира. Это может быть оправданием? Ну, я не знаю, как для вас это. Ну, для вас как? Вот представьте себе пожар. Для вас это оправдание. То есть вы готовы реализовать просроченный товар, потому что не хватает людей? Вы готовы, чтобы люди в случае пожара пришли вот сюда, вот сюда бы начали смотреть, в эту точку, потому что не знают, куда дальше идти, там все закрыто. И сгорели бы нахрен. Зимнюю вишню, помните? Вот здесь бы так же, здесь бы были бы трупы в итоге. У нас нет, у нас складок такового нет. Ну, то есть пока вам не придет штраф, вы не поймете, что так не должно быть. Видимо, так. Ну, так, да? Я думаю, он не должен прийти, потому что мы его разбираем и стараемся. Ну, где же вы разбираете-то? Я вот не вижу, чтобы кто-то даже трогал. Так мы разобрали уже четыре палета, мы разобрали. Вот там эвакуационный выход. Скажите мне, как я должен эвакуироваться? Вот как? А, там? Вот оттуда? Прямо через холодильники? Нет. Ну, покажите, давайте с вами пройдем по месту. Хорошо, давайте с вами пройдем. Покажите мне, я просто, вот я вообще боюсь, хочу эвакуироваться. Это я имею право, у меня есть гражданское право такое. Вот сложно мне сейчас понять, как я могу эвакуироваться здесь. Ну, сам залезь. Хорошо, хорошо, вот как раз стрелочка, да, стрелочка, 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 да, стрелочка, эвакуационный выход, так, обходим, ага, обходим, и туда, да, и туда, прям через квас. Я могу прыгнуть, да? Да, через квас. Свободный вход, пожалуйста. Свободный, прям, о, шикарно. Так, давайте посмотрим схему, как у вас, у вас действительно, за холодильниками, да, здесь? ну короче за холодильниками до стрелочка прям за холодильниками ведет да ну слава богу хорошо ух ты это гром ничего себе смотрите еще несколько вопросов нам нужна информация на хлеб прям вот на упакован упакованный не упакованный полу упакованный хлеб можете нам предоставить чтобы мы убедились что он действительно свежий вот в общем поняли эвакуационный выход за холодильниками окей так нам нужна информация на хлеб еще мы конфеты не смотрели на будет конфеты посмотреть как они вообще там по срокам года да ну на хлеб пожалуйста принесите пожалуйста мы сотрудничаем собираете при возможности утилизировать спешу утилизировать и выкинем конечно выкинем конечно ну пока то как вы начали общаться с нами мне не понравилось то есть моя лояльность сразу плюх и все и прямо про плинтус у меня прямо буквально будет до этого я уже видел водку выпили водку выпили да я понял 3 за но пока информацию на хлеб можете показать где она там она там висит где-то или она где-то в кассе но друзья лист контроля выкладки качества фруктов и овощей последний автограф 3 июня а потом сразу хоба вот так вот распишется чтобы как бы сделали сделали да и плевать зато мы проверяем сверху вообще каждые четыре часа ну расписываемся просто раз в месяц а так каждые четыре часа прям стабильно железно точно проверяем да это мне это мне так смотрим седьмое вот прошло седьмое до 13 изготовления 7 часов утра отчета не там-то не повесили конечно честно а чушь там не повесили вместе размещения товара правильно должно находиться информации а как вы его упаковывать на чем не интересно его привозят наверно без упаковки без целлофанки как вы его упаковывать перчатках на складе упаковывать замечательно звучать иногда приходит а как же технические регламенты которые говорят о том что любой упакованный в отсутствие потребителя товар должен содержать маркировку как вы продаете мне правильно вы нет поставщикам это у вас должны быть к ним вопросы что они вам привезли там в таком-то виде неподобающим а вы уже продаете мне проходите проходить за проходите у нас надолго вы продаете уже мне без маркировочки вот вот нормально вот так вот так как тут качеству товара претензий нет весь качество вот тут упаковка вскрыта да и пофиг правильно до 10 вот смотрите друзья ко всему вышесказанному еще добавляются конфеты вот как определить магазин в котором просто плевали на покупателей вот так в конфетах сразу несколько информации то есть соответственно вскрывали коробочку досыпали положили вскрыли коробочку досыпали положили вторую пероще не выкидывают вскрыли коробочку досыпали то есть не просто вы не раскупили и сюда насыпали на свежую партию досыпали то есть например вот это может быть просрочено год назад а вот это только вчера положено и вот как вы должны это определить вы своему ребенку покупаете обо дне он зубы сломает а вторая как бы мягкая во рту растворяется но вот что с этим делать 1 например может здесь с открытия магазина лежать например вот допустим где-то когда-то какую-то партию завезли в момент открытия магазин этот магазин ему больше 12 лет уже здесь была одна конфликтная ситуация 12 лет назад мы ее помним в общем мы сюда пришли например 12 лет назад вот эту конфетку завезли допустим и она так здесь лежит потом сюда досыпали-досыпали-досыпали вы сейчас покупаете конфетки своему ребенку насыпаете в пакет и вам нечаянно попалась вот этот конфет который просрочен еще 12 лет назад ну раз так можно ну что за бред вообще творится и после этого нам говорят свой людей не хватает такой людей не хватает вот вот этот похоренизм к покупателям ну да тут же написано вот сейчас зум не скажет в чем нарушение у этих конфет а почему потому что вскрыли-досыпали 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 информация разная по факту вы знаете что так нельзя делать ну конечно знаете вот хочу тогда еще одна еще одна точка нашего маршрута будет мы мы сейчас пока видим что как бы исправимся исправимся но отдал и нашего прихода почему мешало исправиться это штатной ситуации штатные понимаете ты чё понимаю да дело-то не просрочки хорошо давайте давайте его объясню дело не просрочки просрочиться могло да не досмотрели коробку хрен с ним просрочилась даже детская не досмотреть можно было их там их там тысячи штук подищу просмотри каждый день по просто не в этом вопрос том что приходит товар еще вот кладут болт когда знаете на покупателя вот когда пришел товар нарезали кинули а там какие-то да 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 декабря нарезали новые кинули а так какие-то дома я то есть вот например одна конфетка может просрочен еще 12 лет назад допустим потом просто досыпают досыпают и хрен с ними а какой-нибудь да дело это не в этом дело в том что вы не объясните какая до какого здесь годная понимаете в чем смысл сам факт нарушения то есть какая мама купится купит своему ребенку 12-летнюю просроченную конфетку вы представляете ситуацию конечно будьте внимательны просто ну я считаю что сегодня однозначно вызвать полицию от заявления что вам пришло предупреждение первое предупреждение дается чаще всего а там как дело пойдет только вас должен предупреждать не я я сюда пришел свой уходной день потратил время вас должен предупреждать рассмотрев надзор они я правильно так ну соответственно киеве годен до 10 06 22 года а в чем проблема а проблема в том что последний автограф контроля свежести фруктов у вас 3 июня что с этим делать расписывайтесь просто для галочки один раз в месяц расписались за все дни и нормально годен до 10 июня хорошо кто-то киеве купил бы себе до 10 июня ну и правильно 10 10 да да я проверяю мало ли потому что как бы уж понимаете что я-то должен смотреть сроки годности в отличие от сотрудников дикси ой слава богу я вгоню в краску сотрудников дикси чем вогнать в группу какого-нибудь покупателя дикси понимаете у меня вот вот на одной чаше весов сотрудники дикси их краска на другой чаш весов жизни здоровья детей их родителей ой ладно а между прочим каждые четыре часа вы должны проверять срок годности овощей и фруктов по вашей же информации накалывайте покупателей шиш такой-то люди вот еще раз покажу да то что автограф у нас последний третьего числа то есть третьего числа никто ничего не проверяет всем по барабану а и хрен с ним ну что жирная точка нашего сегодняшнего визита а ну вот да собственно я так и думал мы сейчас спросим у зума откуда это взялось чтобы зум поставил эту жирную точку потому что я уверен что именно зум поставить жирную точку в нашем сегодняшнем мероприятии да 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 думали 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 какая-то последняя до 11 июня 22 года ну понятно и последний вопрос сегодняшней нашей викторины смотрите вот то о чем я говорил не не кондиция зачем уже выставляют то но это возможно даже не сотрудники а кто же у нас покупатели бывает ранее это потом вы считаете можно вот так уронить баночку можно вот так вот именно да с расстояние вот примерно где-то полутора метров почему нет серьезно а давайте попробуем с вами если вот вы уроните вот так и помнете да нет понимаете в чем дело я же не первый день этим занимаюсь правильно но я думаю по мне видно и вот мы проводили эксперимент четыре раза следственный ну вот пытались помять вот так же банку дело в том что на ровном полу там где нет вот таких зубчиков если банка падает она не может упасть вот этим вот углом здесь угол а угол образуется когда палетами бьется на при транспортировке все-таки наверное да а на ровную пол он не может упасть ничем кроме вот этой поверхности ровной либо углом конечно возможно даже не то что возможно так и есть и потом сотрудники дикси почему-то выставляют это на реализацию почему-то непонятно что видимо не допускать списание каких-либо или кто-то им говорит из руководства надо выставлять мяты и чтобы а хрен с ним и так купят ну понимаете что это нельзя продавать ну как не купят ну как не вот кто не разбирается ну и правильно ну и хрен с ним ну а зачем ставить ты сможешь сразу списать но как-то надо правильно решать проблему что он как контролирует у вас эвакуционный выход завален как можно не контролировать эвакуционный выход вы знаете насколько это вообще понимаете есть снип и ну штука такая в общем сотруднику дикси может быть от будет тяжело объяснить но есть закон такой 123 федеральный что касается эвакуционных выходов эвакуционный выход должен быть свободен вот прям свободен не за холодильником но я-то причем я-то причем ну то есть вот бреву убили человека и вы говорите ну вот если бы вот если бы я вот так ножом не делала ну а так делаю вот понимаете ну вот эвакуционный выход что с ним делать будем ну вот сейчас освободите да вот прям сейчас вот прям уже идете освобождать хорошо слава богу понятно покупатели виноваты потому что банки мяты так ладно пока освобождаете эвакуционный выход да 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 мы готовы с вами обсуждать дальше что вы уже говорите разбирать мы отодвигайте конечно конечно ждем не сначала мы полицию вызваем короче заявление напишем они это в заявление внесут чтобы распотребом вынес предупреждение потому что без предупреждения вот это вот продолжится и мятые банки продолжится выставляться а с предупреждением ну еще есть какой-то вариант короче от этого отойти потому что проверять 4 часа роспись 3 июня 10 дней назад потому что роспись на детском есть а детская просроченная стоит потому что конфеты и нельзя досыпать они досыпаются уже три раза минимум просто ну конечно нет конечно не обойдемся но а вы пока эвакуционным выходом займитесь добрый день зовут меня сидоров павел валерьевич нахожусь я записывать адрес тульская область город тула улица кутузова дом 88 квартира квартир здесь нет этот магазин дикси короче продали мне здесь просроченный товар очень хочу написать заявление потому как еще за время нахождения в магазине выявлено куча просроченных товаров кром целая тележка ожидаем вот пожалуйста до 6 на что 22 года меринда в дикси привычный баланс свежего к несвежему вот смотрите вот прекрасные прекрасный показательный полочка дикси здесь одна позиция вот этот а кульчев без пальмового масла это какие-то вафельки и обратите внимание хороших здесь вот у нас кстати сегодня с нами активист максимка проверит можете посмотреть вот он улыбнись вот тебя все равно не слышно короче здесь хорошие это вот эти ой хорошие я прошу прощения вунте вунте их мало их там может быть три шесть но вот там до стеночки они идут а плохие это вот эти уже просроченные понимаете их здесь больше чем хороших к сожалению до 12 июня 22 года увы и ах до 6 июня 22 года даже есть тут разные они до 13 шестого 22 года а сегодня как раз 13 сегодня хуже не должно быть нам на прилавочке ну вот я считаю тоже категория детских товаров mnds потому что как бы их больше покупают дети чем взрослые до 11 июня 22 года до 11 индустрия года да ну еще и внизу лежат чтобы детишки брали такая логистика самая яркая самая детская на все внизу дети ходят они видят только по низу мам купи мама берет покупает ребенок кушает вот уже повыше уже повыше но уже повыше тоже просрочено вот собственно 4 января 22 года свободности 5 месяцев с даты изготовления присоединения слоя хранения то есть не только для детей но и для взрослых пожалуйста мармеладик лежит получается 2 3 4 5 6 до 4 июня ну как раз до моего дня рождения ну тут все-таки очередная рубрика 7 попуток купить грушу но в этот раз у нас банан я не банан пожалуйста пробить а чё так можно было что ли вы имеете право покупать или отбирать продукцию может вы у женщины за молоко отберете там булочки забирайте давайте пусть и равен в равном забирайте женщину продукцию ты что такое по банан брат и пробейте мне на каком основании на каком основании мне в рот банане продается тоже здравствуйте пакет нужно и мне на каком основании банан не продаете девушка я глухонимая выглухонимая хорошо я вас понял вы сейчас только что бананчик не собрали девушка вы не понимаете ситуацию сюда я сейчас наряд полиции дежурный вы отказываете продаж штраф ляжет на вас не на магазин вы меня хорошо услышали хорошо услышали да ну хорошо дай бог дай бог здоровья глухонимый макс становись соседнюю просто банан решили мы отжать нет я хочу поесть потому что время бананчик вы хотите поесть да да все я понял вы далеко не уходите сейчас просто будем еще вас вызывать отказ продажи вы что думаете вы что думаете шутки что чуть-чуть и мы вам принесли хороший товар вы нам его не продали вот банан лежит и это дает вам право отнимать банан у нас когда мы хотим купить вы со своими то вообще по моему здесь вообще не в себе это дамочка у вас все нормально с профпригодностью а псих диспансере давно были хорошо слава богу дай бог бананчик забыли хотели скушать бананчик забыли сейчас секунду сейчас секундочку здесь очень ответственный момент все нормально давайте где-нибудь с вами определимся где получше вот это на холодильниках да да все правильно вот ну если коротко значит куплен есть один с истекшим сроком годности пока здесь гуляли соответственно вот это все тоже с истекшими сроками годности я заявил я я заявитель меня фамилия зольника зовут николай борисович паспорт мой нужен ну ладно нет 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 не принципе да вы далеко не уходить сейчас будет заявление составлено в отношении вас тоже причем здесь конкретно умысел есть умысел 238 часть 2 уголовный кодекс потому что там рядом лист листочек висит контроль срока угодности есть автограф за вчерашний день соответственно они проверяли знали непосредственно продавать заявление 13.06.2022 я находился в магазине дикси по адресу город ту улица кутузова дом 88 где в 16.54 приобрел товар коломенский йогурт клубника и банан массой 170 грамм который оказался стекшим сроком годности до 13.06.2022 изготовлено 30.05.2022 также за время нахождения в магазине было выявлено большое количество товаров различной категории нарушений а именно истекший срок годности деформированные железные банки нарушения санкин и так далее считаю что реализация данного товара несет угрозу жизни и здоровью людей в том числе детей до трех лет в скобочках обнаружена упаковка с соком для детей 12 плюс месяцев сроком годности до 18.05.2022 года заявление прошу передать в управление роспотребнадзора для принятия соответствующего решения о проверке магазина и штрафных санкциях по эвакуационному выходу точно пойдем очень удобно эвакуироваться просто огненно удобно просто так это да это вот они здесь считают что должны люди эвакуироваться если что вот эта вот дорога за холодильниками потому что эвакуационный выход у них завален ну как бы придумали что придумали на ходу все как в россии пока мы не придем не начнут шевелиться ну что пойдем попробуем эвакуироваться если что у меня прямо интересно как они это видят ну так то да а как я буду эвакуироваться в коробке стоят тут даже даже их теория понимаешь она как бы трещит по швам ну и либо я должен быть совсем худым но увы в общем то не получилось никто не пролезет кто здесь пролезет собственно смотрите детский сок был снят вот отсюда вот она полочка прям детского сока и вот рядом стоит лист контроля срок угодности я понял главное чтоб они справились больше не буду не я надеюсь да обычно после этого исправляют ну на некоторое время хватает вот другое дело приятно посмотреть видеть но только вот слева надо еще разобрать правда вот я надеюсь я надеюсь друзья вот так изменяется эвакуационный выход когда мы приходим правда не всегда я вот как бы в защиту этого дикси могу сказать что здесь разобрали даже ну как бы завалы которые казались не разборными но вот прям вы видели да тут прям монолитно все было заставлено как бы хрен знает как и дело разбирать но разобрали и я скажу что меньше чем за час разобрали то есть прям вот реально молодцы постарались до комплимент этому дикси вот плане вот именно разбора завалов потому что вы видели на моем канале часто было такое что даже небольшой завальчик пусть он там как тележечки две стоят это ленится убирать но здесь разобрали как бы ну молодцы да я надеюсь что мы этому тоже поспособствовали и без нас бы этого как бы здесь разобраны не было но я думаю что мы все-таки сегодня молодцы прям реально пришли реально что-то исправили в жизни этого дикси я надеюсь что тенденция продолжится что они вот не будут нарушать завтрашнего дня и все-таки будут теперь думать о том как контролировать сроки годности и чтобы не заваливать и аукционный выход чтобы не надо было отвечать таким блогером с камерой краснее что у нас аукционный выход за холодильниками там где-нибудь вот так вот вот обойдете там под холодильник подлезете и вот как бы вы все из магазинчика вышли летом жара забегаете открываете холодильник хватаете первый попавшийся напиток и травитесь на хрен уезжаете прям прямиком в отпуск максимка проверит нам подсказывает куда вы уезжаете если вы купите вот такой чай до 14 05 22 до 14 мая мая последний раз если вдруг и проверяли срок годности то проверяли это срок годность в этом холодильнике последний раз получается 13 мая ну плюс минус сегодня 13 июня то есть месяц вот месяц в этом холодильнике никто ничего не проверяет а вы приходите и покупайте ну и опять же тоже по низу да мы помним что там мы нашли желтый мндмс просроченный здесь вот у нас целая партия целая партия каких-то вот этих байтов миндальный брауни батончик 30 мая 21 года дата изготовления срок годности 12 месяцев надеюсь все таки то есть кто-то какой-то ребенок внизу хапнул красивая шоколадка пошел покупать и все и купил так что вот то что вам ребенок приносит где-то там по магазину хапнул вам принес вы обязательно кассе проверьте сроки годности особенно если это в дикси происходит ну да а мы вам еще привезли вы можете вот это все вскрыть хорошо ждем ну что ребят побывал сегодня на рейде с павлом сидоровым как в очередной раз хочу сказать неадекватным сотрудникам магазина введите себя адекватно когда не будет конфликтов правильно таш привет как дела где маска почему без маски а я это все тоже просрочено в общем вот это все тоже просрочено нет зачем но этому вы мы вы же можете открыть при нас правильно мы это решили не писать заявление что ну да не ну вы можете не скрывать но тогда мы еще раз напишем заявление просто лучше это списать до при нас можете списать чтобы точно не попала на полке больше ну показываю короче вот смотрите вот так вот таким вот образом скрыть скрывать скрывать не надо скрыть это вот да вот тут листочек лучше скрыть ну как вам нравится вам же нравится над покупателями издеваться так мы и работали так мы и поработали как раз чё вы а мы покидаем этот магазин сегодня ну как бы я сюда шел не для того чтобы вызывать полицию сегодня я действительно не был настроен в принципе чтобы вызывать полицию даже писать заявление я сегодня решил да я сегодня просто хотел пройтись помочь магазинам да вы видели что первый магазин был у нас лента мы действительно помогли люди адекватные по-человечески к нам отнеслись без полиции все вскрыли предупреждение сделали ушли в дикси не прокатило с самого начала на нас начали гнать какие-то свои пустые бессмысленные амбиции хотя они понимают зачем мы пришли ну и соответственно потом нам начали отказывать продажи почему-то банан наш украли короче началась какая-то движуха какая-то нездоровая ну и мы решили конечно вызвать полицию потому что нужно учить магазины что не они здесь главные не они царьки здесь главные потребители и именно потребители имеют все права которые обязаны отстаивать как я считаю все мы молодцы сегодня были два рейда провели вы сможете посмотреть как максим судится с различными сетями через неделю у меня будет тут с алексом где мне продали просроченную на год ручку не все же знают что такое алекс давай то есть это магазин канцелярских товаров по тули у них там порядка 13 магазинов вот и неоднократно этот магазин продам непросрочные товары и я все-таки подал на них суд из-за ручки стоимостью 73 рубля исковые требования сейчас сейчас составляют 27000 к этому магазину через неделю суд и как этот суд сложился вы увидите на моем в общем тип типа дикси но с ножницами с просроченными карандашами ломать вторыми ручками все друзья до скорых встреч всем удачи всем пока